всем мое почтение друзья мои сегодня у нас турне только омрачает его дочь конечно обещали дочь с двух часов он уже идет ну ладно то идет то не идет по фигу она съездит на одно место с вами сегодня какое место посмотреть рыжики мимо вам проезжать потому что погода стоит дожди и тепло октябрьский выход рыжиков осенний должен быть и мне дали тут намёточку одну в лесу стоит одна дворочка там ребята железо собирали нашли колодец говорит один дом стоял они толком не ходили при съезде проверь съездим проверим как раз там не был в той стороне и все заводим квандроцик наш сейчас я еду в кафе уют чайку на дорожку выпью опять по русской традиции посижу на дорожку и выдвигаемся взял с собой плащ на кроняк если дочь глупит сильный плащ накинул который на авито покупал в общем будет интересно запасайтесь коп кормом попкормом заправляться не будем я наобрана пути когда позавчера ехал залил полный бак и все попутешествуем с вами кое-что поснимаю кое-что не поснимаем все покажу погнали поставлю-ка я навигатор друзья мои тут не заблудиться в этих лесах чтоб не заблудиться и не сгинуть секунду и сюда два зарядка идет все зарядочка пошла надо включить трек запись строка включена чтобы он подвел нас куда мы едем можно сделать по крупнее где говорят такие карты берешь эти карты ребята очень секретные их не берут ими владеют едем дальше когда езжу по лесам вот такие штуки попадаются черт побери удобно посидеть от дождя спрятаться тогда где-то они уже сгнившие стоят где-то вот в рабочем состоянии лесники стоят удобно сколько раз меня выручали кто в лесу заблудиться сразу же звоните 1112 помогут бесплатно наверное бесплатно вроде бесплатно говорили не знаю можно чайку посидеть попить гнездо осинное у меня чай между прочим с собой есть и пицца но пока не будем здесь пацаны копали железо железя где лесу много валяться между прочим я вот так шел и серебряные монеты собирал в тот год за железом приехал и нашел серебряную монету еще что-то смотрите здесь рельсы рельсы выкапывали а может швеллер какой-то там еще он осталось трудоемко это железо копать я иногда занимаюсь но фиг знает тяжело мне проще ролик съездить снять вот такой у меня это же выхлоп будет сколько я железо на собираюсь за этот же день издам но если попадается так так собираю конечно специально это уж не ищу тут можно походить там вот участок был крутец тут трактора всю жизнь ходили застревали вот это все облагораживалась я мы копались у железа если вот походить только она вот так мама не говорю можно собирать летом конечно не пролезет сейчас попроще на вон туда две речки сейчас будем переезжать сказали один мост подремонтировали кто мне сказал что одна дворочка то было подремонтировали один мостик плачевном состоянии был 2 нормальный чайку ему сидеть пить да поедем наше путешествие еще только начинается и вот я также шел там у курса я не знаю как и серебряные монеты там 15 копеек это нашел серебряных еще чуть-чуть откуда они тут в лесах много-много тайн хранит мы по лесам да не ходим видишь мы ездим по картам в основном все а по лесам это как иголку стоги сфены искать если ты например энтузиаст конечно ты вот ездишь ты ищешь тебе если фартанет раз хотя бы в сезон тебе и фартанет на весь год ходит а мы же нам же контент на пилить нам чупали саму так шли целом мы приехали покопали монеты знаю где есть по картам где люди жили фирм то монеты будут вот так целенаправленно не ходим не ищем не доросли еще до этого нужды наверно нету на правильно так сказать вот эта дорога есть на картах вот она мы едем и нам сейчас надо доехать вот сейчас мы две речки проедем туда дальше вот это старые делянки выволоки вот это все их тоже можно пошмонать между прочим вот здесь и можно пособирать железо по ним походить советские делянки богатые но тоже не занималась пацаны то занимаются кто мне сказал то вот это место они еще ездят по лесам ищут время проводит у нас то немножко другая спецификация между прочим на ищем хорошо она едем дальше лежаночка счета пойдем где посмотрим интересно хибара что ли просто ветки сложен я думал домики кому так понадобилось складывать это наверно делянку прорежают понял в общем здесь когда-то была делянка в лес рубили потом на этом месте посадили сосны видя чтобы их не задавливали кустарники и вырубают и в куче складывают ну чё-то жиденько порубились да рубят ну как рубит я не знаю в этом году на летом рубили вот она старая делянка осветление идет пойдемте посмотрим номер осветление ну че тут такое осветление пп 02 это мало информации все понятно пп 02 выходим отсюда ну че такое я думал шалаш и день они ставят охотники на зверя не шалаш сейчас мы на вторую речку будем первая пересохла речка который ручей на карте указан сейчас проехал он сухой кыш 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 вот таких делянках на старых искать добро всякое смотри еще одна дорога непонятно куда нам вот по той дороге ехать в две дороги развилка хотя можно туда тоже съездить так да и гашлянда уберу вот нам по этой дороге по ходу ехать хотя может по той точно не знаю вот она деляночка здесь обозначена интересно в каком году она была по ним вот здесь больше информации гораздо я уж забыл как вычитать то тогда знал плохо когда не знаешь да забыл еще так деляночка 196 че там кто-нибудь квартал какой-то опять видите вычесывали здорово ну что едем дальше ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Еще одна речка с водой, между прочим. Мостик чуть живой. Вода идет. Ну там я видел, что вода-то есть в русле. Не такая активная. Весной, наверное, здесь хорошо поливает. И вот там дальше сейчас еще метров пятьсот, наверное, проедем. И наше место уже было. Было-будет, говорю, было. Так. Здесь что-то выкопали. Пойдемте покажу. Интересная болваночка какая-то лежала здесь. Здесь можно просто по дороге идти. Да, какая-то железяка. Смотрите, ржавчина от нее. Здесь бобры ходят. Живут. Ну такая уже пересохшая. Частично. Медведя можно сейчас встретим. Вот у таких ручьев можно найти интересные вещи. Люди всегда у воды селились. Едем дальше. Сейчас уже приедем, расправимся. Я точно места не знаю. У меня примерно показали место, где будем еще искать его. Сейчас посмотрим. Так, приехали. Где-то в этом районе. Вот в этом. Надо искать сейчас будет. Точно не знаю где. Но сказали, здесь будет колодец. Можно найти колодец и по нему сориентируешься. На этом, ну, втыкнули на карту здесь. Все, тогда расправляю металлоискатель. Сейчас я буду это место из... Точно, они не сказали где. Где-то вот здесь, в этом районе. Начинаю искать. Сейчас посмотрим, что тут есть. И где тут есть. Так и непонятно. Визуально пока ничего не видно. Сейчас положу, посмотрю. Включил металлоискатель. Так, первый сигнал у нас тут сразу же на дороге. Только начал искать. Земля, песочек, как обычно. 32. Что такое может быть? Я посмотрю. Монета, ребята. Я только, только... Вон, квадроцик. Включил металлоискатель. Еще посмотрим на другую камеру. Что за монета? Первый сигнал и сразу же монета. Да, значит где-то здесь было чего-то. Ну, тут дорога шла старинная, так может и реально. Парадокс. Я потом покажу вам, в каких хибенях я нахожусь. Тут трактор прошел, походу, деленку где-то буду делать. Так, что за монета? Монета, монета, помыть бы где-нибудь ее. И воды тут нигде нету. Парадокс. И у меня-то... А, у меня есть водичка. Сейчас, погодите, я ее помою. У меня же вода есть. И все покажу. Вот только включил металлоискатель. Дождь идет такой мерзкий. Зараза. Это у нас одна копейка. Правда, чуть живая. Одна копейка, это масоны. Масонская копеечка. Вот это да. Наверное, колодуха где-то здесь есть. Сейчас поищем, если дождь сильно не разойдется. Фиг знает, сейчас надо найти, где здесь одна дворка стояла. Ладно, продолжаю. Я сейчас по дороге сначала здесь, потом вот здесь крутануть везде. Я говорю точно, не сказали место. Сказали, в этом районе где-то. Я пока по дороге решил прогуляться. Здесь вот столбы деляночные. На дороге кони наваляются, смотрите. Сейчас оттуда пройдусь и буду одну дворку искать, по лесу ходить. Сейчас дорогу сначала, сейчас садим. Но видно, что ее не первый раз грибут. Бровка навалена, так ее грибут частенько здесь, лесники. Продолжаем. Сейчас мы рубчик серебряный дернем. Еще заначечку здесь где-нибудь. Горшочек. Пока рядом с квадриком здесь все. Также на дороге, смотрите, часть перстня валяется. Перстенек был. Лить ее. Я еще по дороге пока иду. В лес не заходил. Сейчас я сначала эту дорожку и обследую. Пробежался по дороге. Вот там делянка. Трактор наворотил там. Что-то я не поснимал. Иду обратно. Квадроцикл. Смотрите. На ребре стоит. Зацепил. Тихо-тихо. Не падать. Не падать духом. 51 год. Три копеечки. У столба прямо этого. Деляночного. Вон квадрик там стоит. Я иду к квадрику, возвращаюсь. Сейчас еще в ту сторону по дороге немножко прогуляюсь. И буду смотреть здесь, где одна дворка стояла. Еще прошелся по дороге. Сигналы есть. Сейчас я пойду туда к квадроциклу и начну в лес заходить. Что-то хорошенький сигнал какой. Очень хорошенький. На монету похож. Что у вас там все видно? Канина попадает всякая, но есть сигналы. По дороге можно погулять по этой. Но у нас сейчас другая задача. Как-то не могу выкопать. Сигнал вроде нормально было. Ну что глубоко еще. 27-28. Е-мое, это что такое. Ручка емкий. Сколько ты тут взялась? Ручка от комода еще и старинная. Я покажу вам. Ручка от комода, смотрите, древняя. 17-й век. Где-то здесь стояла одна дворочка. Хожу рядом, а не могу зацепиться. Здесь делянки были, вот это все вырублено. Все заросло. Ладно, сейчас буду. Где-то отсюда вот они растащили, где-то здесь было. Сейчас буду по лесу уезжать. Мне колодец надо найти, от него плясать. Сказали, колодец найдешь, все найдешь. По-моему, там дальше. Ох, вспотел ходить. Хоть дорога и гребленая, но попадаются, смотри, пули. Дальше. Сейчас покажу. Погодите, где-то нашел сейчас я. А, во, в кармане еще всякие же винтики. И монета опять. Опа. 1939 год, 2 копеечки. Да, хотя вот такая вот, она вообще изгреблена вся дорога. Навалы, на все равно деньги валяются. Пожалуй, я эту дорогу пробью потом. Погуляю по ней. В наушниках, блин, ходишь, ничего не слышишь. Там кабанов столько следов. Медведь подойдет сзади и не узнаешь даже. Так, я вон квадроцикл стоит, возвращаюсь к квадроциклу. Сейчас за лесок зайдем, там полянку эту почешем. Посмотрим, где чего. Если нет, переедем сюда и будем дорогу-то очесать. Ну, туда еще, там я сосенки видел, дальше еще проеду. Посмотрю по сосенкам, может пробегусь. Песочки. Продолжаю. Я здесь вот прошел эту сторону. Видите, сейчас иду по этой стороне. Сигналы есть, не все копаю. Мне черные не интересны, потому что цветные и такие четкие, которые спорные, я тоже не копаю. Силы берегу. Корень торчит на дороге. Какой-то сигнал рядом. Размывает его немного. Так-то высокий. Но почему-то размывает. Давайте посмотрим. Непонятно, где только пробиваться. Но что-то шляпа походу. Потому что нечеткий сигнальчик. Сигнальчик. 26 ровно. Стал четкий. Ага. Сфинкс-03. Магнетик. Это черного. Монета походу. Какая-то монета. Что-то там прослеживается, но не могу увидеть. Что-то написано. В общем, ранец такие какие-то. Название от монеты одно. Любопытно. Здесь вот деленка, так она вся заросла кустами. Тут не про листья. Здесь что-то где-то было. Продолжаем. Изыскание. Вон квадрик стоит. У меня еще монета. Походу медно-никелевый сплав. Не падать. Что-то. Какая-то сплющена она. Нет, не медно-никелевый. Две копейки. Две копейки. Блин, год не вижу, ребята. В зелени. Но ранние. Потому что колосков всего восемь штук. И она сплющена. Наверное, двадцать седьмой год. Две копеечки. Смотри, дорога с монетами. Парадокс. Нашел я эту однодворку. Здесь же рядом сразу же гвоздики от конины валяются. Здесь вот покопались. А бутылки-то не однодворочные. Портвей 0,7. Так. Сапоги. Смотрите. Сапоги. Нифига тут размер. Двести восемьдесят пять. Сорок четвертый размер. Там сапоги. Вот он. Вот она. Отчертание. В общем, тут то ли дом стоял, то ли еще что. Ага. Бутылочек тут немерено. Попивали. И вот здесь поляна, она расчищена. Туда идет. Здесь походу кто-то жил. Сейчас я тут все обследую потихонечку. Где-то еще колодец, сказали, должен быть. Непонятно. Сразу же сигнальчик тут рядом. Тридцать пять, тридцать шесть. Так. Провода у меня наушников мешают. Ну-ка, давай посмотрим, что здесь. Хороший сигнал такой. Оп. Опа-па-па-па. Вот она. Две копейки, двадцать четвертый год. Сейчас багажу. Здесь вон кто-то покопал. Кабанчики. Вон кирпичи, смотри. Кирпичи. Да, здесь что-то было. Опять беглые каторжники. Две копейки двадцать. Двадцать четвертый, да? Да, двадцать четвертый год, две копеечки. Звучали-ка хорошо. Советские монеты. Но здесь же вон квадроцик стоит. Здесь же я нашел масоны. Значит, здесь одна дворочка была. Сейчас мы постараемся что-нибудь зацепить. Похожу. Посмотрим, что есть. Может, колдуху дернем. Обычно тут в лесах жили разбойники. Грабили и скрывались в лесах. Все награбленное прятали. Продолжаем. Смотрите, петли навесные от дверей. Вот он дон-то. Очерчиваться до сюда он шел. Он не маленький был. Точно один двор стоял. Нормально. Сейчас мы вокруг него пошаримся. Кручусь пока у этой постройки. Здесь опять, походу, монета. Смотрите. Ага. Ага. Есть контакт. Опять ранние советы. Видите, колосков мало. Не колосков, ленточков. На колосков мало. Пять копеек двадцать седьмой год. Оооо. Вот это да. Денег стоит очень много. Пять копеек двадцать седьмого года. Две копейки раритет, но пять к нам уже. У меня телефон в квадроцикле стоит. Не забуду, если цену глянем. Сейчас похожу здесь. На обед пойдем перекусывать. Посмотрим, сколько стоит пять копеек. У меня нет вопроса. Не помню. Продолжаем. Так. Интересно. В лесу тут жили. Кто-то жил. Дождь как ливанет. Потом закончится. Опять как ливанет. Потом опять закончится. Рядом с домом стояла конюшня. Блин, думала пуговица. Между прочим, конина старая, толстая. Потом она тоньше стала делаться. Семнадцатый век. Сейчас что-нибудь древненькое постараюсь найти. Заросло все. Корней много. Все, тут в домика кружусь. Сигналы есть. Смотрите. Так. Где? Где-где? Сейчас тут. А, вот. Во-во-во-во-во. В общем, не очень старый подвал. Советских времен. 41-й год. Одна копеечка. Чуть-то ощущаю, что кто-то свистит, пердит там сзади. Ходит за мной. Жуткое место, друзья мои. Очень жуткое. Одному. О, страхолюдина. Пропадете. Я тут в такой тайге нахожусь. За тысячу километров от людей. Продолжаю. Дождь упил, блин. Надо плач надеть. А то я весь промокну. И аккумулятор убрать упил. И с двух часов у нас дождь хорошая обещали. Ёптей. Нашел я там колодец, где стоял. Сейчас покажу. Такие проливные дождики идут. Чем опасны они? У меня уже замыкало пила раз. Убирать надо аккумулятор обязательно. Уханаем вот. Наверное, плач надену. Видите, опять кончился дождь. Хотя все затянуло. Блин, непонятно, что и делать. Ладно, плач пока сюда положу. Пока шел, кончился дождь. Нашел я там колодец. Сейчас покажу. Там не колодец был-то, в той стороне. Вон он колодец. Нашел я его. Завален уже. Вот они здесь жили. 150 тысяч лет. Не меньше. А вон там дом стоял. А там просто яма какая-то непонятная. Ага. Прошел по округе. Дом один стоял. Несколько. Ху, по этим деревьям, конечно, вспотел водей. Продолжаю. Изыскание. Рядом с колодца пуговица. Медная. Медная. От панталонная. Какие-то надписи были. Все съела. Вот такие места, друзья мои. На картах не обозначены. Вообще никак. Из таких мест в лесах тысячи. Искать только надо. Все от цивилизации уходили. И в лесах селились. Тут уже до меня покопались. Ям столько нарыто. Идут среди ям. Смотрите. Зашел. Пуговица. Этих. Связь царская. Царская связь. О. Какой-то беглый чиновник в лесах скрывался. Позолочено еще. Парадокс. Здесь что-то тоже стояло, но все в кустах заросло. А вот дом. Здесь пристройки были. Так. Опять дождик. Надо пообедать. Силами оставляют. Все затянуло. Золота пока нет. Все-то куда-то спрятали. Не знаю, где искать. Что-то я устал. С непривычки. Пицца у меня есть из пятерочки. Сейчас я берегушу. Немного. Фиг знает походить еще, наверное. Или поеду отсюда. Дорогу бы эту еще почесать. Вообще классная дорога. Зуб мне вчера еще удалили. Живи одной стороны. На природе кайф. Да. Мне хочется вот до туда еще доехать. Там сосенки. Посмотри, что там. Да откуда здесь дом непонятно. Парадокс. Потом надо вот эту дорогу чесать. Тоже. Видите? Все ее пройти бы. Тоже займусь когда-нибудь. Хоть и гриделеная, но монеты попадают. А здесь походу у них. Поляна была, они садили. Вот где березки растут. Рожь или я не знаю, что они тут выращивали. Небольшая такая залысина. Среди леса. Все, я перекусываю. Чуть-чуть отдохну. Там дальше сориентируюсь все делать. Выкопал навес от петли. Откинул его. Еще раз провел. Сигнал идет. Рядом с навесом. Это у нас 15 копеек, наверное. Эти рамочники. Тоже убитые все. Мелочевки. Железа дофига. Интересных монет нету. Вроде песочек, а все равно съела почему-то. Монетки съедает. Такой песочек странный. Замечательно. А тут все на одном подвале. Не бегаю больше. Там печка стояла, между прочим, кирпичная. Но на печке ничего нету. Зато рядом патрон от Мусина. Это винтовка Мусина спрятана. Капсуль блестящий. Если мы потерем, возможно еще и... Да, надписи видно, но... 17-й калибр. Что-то написано, в общем. Не вижу я. Спецы скажут в комментариях, от чего данный боеприпас. Нашел планочку. Походу это от ружья, наверное. Патроны вот так вставлялись. Несколько штук и в обойму. Бам. Хотя... Могу ошибаться. Начал вставлять, он глупнул. Видите, у меня. Но, похоже, вот такая планка. Вряд туда и загоняют. У колодца здесь хожу. Опять дождик моросит. Серебра нету, блин. Бедняцкое что-то жили здесь. Или где-то спрятано. Не могу найти. А это уже... Где-то патроны я тут сломал лопатой. Видите, головка от патрона. Сейчас, наверное, найду я его. От Арисаки уже. Не выкопал. Переломил, блин. Хотя тоже, может, от Мусина они одинаково шли. Что острые, что тупые. Наверное, взаимозаменяемые были. Сейчас выкопаем. Где-то здесь лежит. Вот. Да, я лопатой его расфигачил. Порох ещё. Смотри, Диего. Внутри. Вон, что, уже не рабочие. Сгнили все. От Арисаки. Японская винтовка. Вот такие дела. Патроны есть. Золота нет. Двадцать девятый сигнал у меня. Посмотрим. А, кольцо какое-то. Шлепное. Медь, цведь, медь. Я знаю, кольцо какое-то, что-то. Цветное. Я пока перекусывал. У нас такой дождинок прошёл. Мама не горюй. Там ещё один идёт. Пожалуй, буду выбираться отсюда. Что я успел сегодня подчерпнуть здесь. Связисты жили. Или почтовая служба. Не знаю, кого они тут завалили. Патрончики есть. Ружьё было. С разными патронами. Лошадей держали. Утварь всякая. Одна дворочка серебра не зацепила. Может, выбито просто. До меня просто покопали. А может, бедно жили. Беглые каторжники по лесах бегали. Но монета, видели, валяется. Копейка масонская. Соответственно, тут он не с советских времён. Так. 5 копеек 1927 года. Я обещал вам показать. Погодите. Сейчас мы, наверное, посмотрим 5 копеек этого. Где у нас монеты России и СССР? Давайте посмотрим. Двадцать седьмой год. Что это тут у нас? Реклама должна быть. 3 копейки 2 тысячи рублей стоит. 5 копеек. Ого! 7 тысяч рублей, ребята! 7 тысяч рублей. Есть разновидности. Есть 20 тысяч. Есть 100 тысяч. Надо смотреть. Где ты? Вот ты где. Сейчас я, погодите, её вытеру. 7 тысяч рублей. 27. У него низкий профиль такой почему-то. Не знаю. Двадцать седьмой год. Сохран бодренький, но профиль низкий. Не знаю почему такой низкий профиль. Надо смотреть печати. Может и 100 тысяч рублей. Вот так вот. А 2 копейки раритет, если найдёте. Что, у меня экран выключился. Секунду. Что-то экран у меня выключился. Безобразие. А 2 копеечки. Раритет, видите. Копейка 150 рублей. Пол копейки 700. В общем, дорогие монеты. Вот такие дела. Ладно, всё, наверное, поеду. Я домой ещё. Дождь за дождём идёт. Дождь за дождём. Здесь место пробил. Можно, конечно, по лесу ещё почесать. Но я сюда, наверное, приеду. Дорогу вот эту чесать буду. Надо мне её всю пройти здесь. Посмотреть надугу в этом месте сигналы. Или по всей дороге попадаются. Социально похожу по ней. Ладно, всё, пока. Лайки, комментарии. Всем пока. Удачи. Выдвигаемся мы отсюда. Пока нас медведи не съели. И дождь не залил. До встречи, ст facebook. Нас с другой встречи. Наша встречи melhor. Пошли. Пошли, ч hilar, скел fidに. приз Via話 ABOUT 7 магназ и fingerligt.